добрый день столько у нас акции движется что даже не знаешь чей сегодня день но я вот выбрал акцию pay это компания которая недавно прошла через процедуру банкротства глава 11 но успешно из этой процедуры вышла сегодня средняя у нас была в районе доллара вот у нас был в код позавчера буквально мы входили вчера на этом уровне средний вот это вот зелененькая была прям реально тут а я перед тем как делать ролик взял и вот я вышел по 154 да и я откупаю 138 и среднее раз на новую позицию и начинает подтягиваться это то о чем я говорю что на самом деле средняя гораздо ниже казалось бы эта разница перри захода должна быть зафиксирована и средняя должна пойти еще ниже ведь у нас уже в этой акции есть прибыль и как бы не маленькая прибыль на то есть мы и сегодня распродали а нет если у нас осталась какая-то позиция и вы что-то откупаете то берется средняя и поднимается сюда поэтому многим и непонятно почему у тебя в акциях 60000 в кэше 60000 откуда этот кэш взялся у тебя же там стоит все такая маленькая прибыль оставшиеся 6 до на самом деле все гораздо проще что когда от нас начинаешь на перезаходе основа откупать средненькая вот отсюда вот прыгает уже сюда вместо того чтобы логично опускаться ведь там прибыль и там то ведь там все ну и как вы видите акции достаточно двигаются интересно снова акция вчера только рассказывал об акции smlp сегодня у нас акция pay растет на 60 процентов растет мы снова зарабатываем и снова перезаходим и снова объясняем что мы будем делать все сделки плюс и у нас становится все тяжелее и тяжелее управлять позиции кэш потому что несмотря на то что широко ходят и сильный перезаход мы начинаем уже кэш после такого роста тратить уже маленькими такими дотациями точечными такими впрысками потому что нам потом легче просто поискать по денек-два поискать новые идеи да и где-то расширить сделать естественную диверсификацию портфеля либо подождать какой-то коррекции когда наши широко нам известные акции они снова снизится снова снизится и мы снова в них совершенно спокойно войдем до совершенно спокойно войдем ну что можно еще сказать то есть если в акцию покупаете допустим какую-то 220 она выходит к шести и к шести вы продаете промоанта идет на 5 на 4 то вы просто смотрите насколько сильные там сигналы насколько четкий рисунок и вам не нужно ждать следующий раз-два вы можете уже начать эту акцию в принципе нормально торговать допустим в диапазоне там четыре пять с половиной то есть это просто будет уже новый интересный там же был момент какой коронавирусный когда все рухнуло на свои исторические минимумы так почему бы нам не предположить что да это и были исторические минимумы на следующие там 5-7 лет до следующего кризиса может быть и навсегда и мы уже туда не опустимся потом прошел что сильный сильный рост и какие-то уже внутри цикла пошли коррекции тут уже нужно ловить коррекцию а не снизить не ждать какого-то коронавируса 2 потому что люди ко всему привыкают то есть у нас в европе все хуже и хуже обстановка все больше и больше как бы заболевших и так сказать все меньше каких-то логических действий правительств которые можно было бы себе как-то логически обеспечить запускать может быть за минус каких-то отраслей которые нам планету нагревают и поэтому будут просто новые уровни не нужно растрачивать кэш вот вы заработали кэш и не стараетесь его сразу куда-то вбухать зачем это нужно то есть во первых ждите сильных сигналов во вторых есть система шаблон которая если показала когда сильные сигналы на выход то следующие сигналы на вход будут не так скоро а если же это сигналы направленного роста с сигналами продолжения тенденции эпох подхваты будут уже на росте с более мелкими сигналами то все равно вы увидите эти новые интересные цены которые будут в этом диапазоне зальете туда какую-то часть своих депозитов либо же просто откроете счет у нашего брокера поставите галочку автоследования и будете видеть эти все сделки обучаться смотреть видео и видеть на своем счету допустим уже эти сделки зальете туда какую-то часть и будете этой частью управлять если акции задержатся в новом диапазоне допустим акции торговалась тут историческое лоу грубо говоря куда-то поднялось а потом пришла вот на какой-то новый диапазон вы тут торгуете достаточно интересной частью депозита зарабатываете деньги вам без разницы сколько это будет продолжаться вам нужно оставить кэш то что если какие-то будут еще приближение к историческому минимуму да и как-то держать позицию сделать позицию которую вы будете ждать там возврата сильных дивидендов или вообще каких-то новых сильных ростов там до исторических какие-то новые цели перед собой ставьте так чтобы вы дороге просто не растеряли свой портфель и выдерживаете выдерживаете этот паритет значение buying power то есть у вас мощность покупки сколько примерно в акциях столько примерно самое лучшее расположение и в деньгах и сегодня как бы мы его достигли по всем локом этого паритета и считаем это нормально потому что некоторые акции в которые мы хотели войти и но они выросли в пять раз они у нас были мы давно с ними расстались некоторые в четыре раза там выросли некоторые в шесть раз выросли ну то есть очень далеко и когда люди сейчас заходят с целями мы уже начинаем с клиентами но предварительную так сказать переписку мы объясняем что ложка важна к обеду мы же вас ждали когда мы вас ждали когда мы вас летом принудительно агитировали открывать счета идти в авто следование то есть вы чего-то думали а когда все акции интересные нам фишки выросли в три там в семь раз и вы приходите в это время и удивляетесь почему у вас очень много допустим кэша на счету почему он не используется но извините как говорится так бывает мы ждем новых коррекции новых идей будем искать новые идеи если не скорректируются те фишки в которых мы зафиксировали прибыль или не придут к новым таким диапазоном интересным для торговли то есть а если просто улетят то мы уже спокойненько будем ждать дивиденды в них и искать новые идеи то есть у нас все по плану у нас план расписан давным-давно этот план как говорится не меняется поэтому вот видите есть то то видео нет 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 то пошли сплошные видео зарисовки как говорится когда есть интересного что там рассказать и там прихвастнуть не бояться себя сглазить почему то есть ну 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 хочется даже например чтобы кто-то сделал про тебя ролик а немножко тебя сглазил пошла ну нужна эта коррекция нужно понимаете кэш на счете пусть и пусть немножко те позиции которые есть они просядут пусть это все плывет вниз но в будущем это и будет эффект накопление прибыли уже ты и в новые позиции снова перезайдешь и эти снова выйдут на новые уровни и дадут в тебе еще больше денег ну а закрывать все позиции целиком и просто ждать коррекции так тоже не бывает то есть максимум что можно выйти но не знаю какой должен быть рост это если вы уже вообще не ждете увеличение дивидендов или чего-то это сократить оставить 75 процентов кэш и 25 процентов акций акции но это должны все ваши фишки которые вы купили отрасти уже так быть на таких хаях то есть они уже перестанут быть интересным вы должны найти идеи новые вы новые идеи не нашли вообще то есть в основном властом 300 фишек перед лицом грубо говоря хотя такого не бывает бывает там 100 150 и и и все на хаях то есть и перезайти не не во что либо перезаход сопряжен с большими рисками чем вы готовы принять поэтому вы сидите просто и ждете вас там 25 процентов всего грубо говоря в акциях остальное в кэше плюс еще этот кэш дает вам дивидендов а вы-то зашли по каким ценам то есть вы-то зашли по ценам по совсем низким компания допустим начнут увеличивать дивиденды на ваш вход они грубо говоря через год через два будут давать там 50 60 70 процентов дивидендов то есть у вас осталось там 25 процентов в портфеле грубо говоря акция остальное кэш 25 тысяч а вам начинают там 20 тысяч еще подбрасывать виде дивидендов ежегодно вам и так нет нет идеи какой-то период вы войти не можете да вам еще деньги дают то есть все как бы мир так сказать усложняется одно накладывается на другое и у кого нету так сказать мои коротенькие лекции времени слушать то ты в принципе не поймет что происходит то есть никто этого вам никогда нигде не расскажет не покажет вам будут в уши дуть абсолютно неработающие схемы которые никогда тем кто их вам дует реализованы в живую не были всего доброго спасибо за внимание